Добрый день, уважаемые зрители! В 15 часов по московскому времени начинаем наш ежедневный обзор по валютному рынку. С вами, как всегда, в это время Веселим Питков, аналитики Инвестиционной Академии. Если вы меня видите и слышите, пожалуйста, ставьте свои плюсики в чате, чтобы я знал, что у вас с трансляцией все нормально и что можно начинать наш ежедневный обзор. Жду вашей реакции в чате. Если вы меня видите и слышите, то есть если у вас все нормально с трансляцией, пожалуйста, поставьте свои плюсики в чате. Так, Владимир поставил свой плюсик. То есть я понимаю, что с трансляцией все нормально. Сергей, соответственно, нам пора начинать. Итак, традиционно вначале мы обсуждаем Forex календарь. Поэтому на главной страничке компании Alperi заходим в раздел календарь событий от FX Street. И давайте вспомним, посмотрим, что у нас есть в течение того, что у нас произошло за последние два дня. Потому что у нас вчера был выходной день. Что у нас впереди и, конечно, как все это может повлиять на валютный рынок, рассматривая ключевые или мажорные валютные пары в торговом терминале MT4 с точки зрения торговли. Итак, значит, во вторник после нашего обзора ничего интересного с точки зрения макро статистики дополнительного не было. На мой взгляд, мы все индикаторы до этого прокомментировали. Вечером состоялось вот это ключевое выступление президента США Дональда Трампа по Ирану, то есть по сделке с Ираном, которая когда-то была подписана. Приблизительно 2 или 3 года назад уже не помню, это в 15-16 году было. Но США Дональд Трамп сказал, что они выходят из этой сделки. Думаю, что все об этом узнали еще в этот же вечер. Конечно, это подняло цену на нефть. За счет этого канадский доллар, российский рубль получают поддержку. Мы это чуть позже прокомментируем на графиках. Но, конечно, в известной степени, в такой краткосрочной или среднесрочной перспективе, данное выступление президента Трампа является достаточно важным, потому что понятно, что таким образом США хотят ограничить возможный экспорт нефти Ирана на мировой рынок, потому что Иран пытается экспортировать, мы все это знаем, свою нефть не по торговым путям, которые управляются США и Великобританией, то есть это независимые торговые пути. Соответственно, без посредничества США будет экспортироваться эта нефть. И, конечно, американцам это не хочется, чтобы терять эти торговые пути. И, соответственно, они пытаются сейчас ограничить Иран. Конечно, предполагается, что если действительно американцы смогут ограничить выход иранской нефти на мировой рынок, то тогда вот это предложение Ирана, оно практически исчезнет с рынка, и, соответственно, предложение на данный момент окажется чуть меньше по нефти, чем было ранее, когда Иран смог полностью экспортировать свою нефть. И за счет этого, конечно, поднимается цена на нефть. Конечно, сохранится ли этот ажиотаж по нефти долго, я не знал, потому что мы сами знаем, что Иран сотрудничает с Россией, также с Турцией. И, соответственно, эти страны все более и более пытаются каким-то способом предоставить свои транспортные коридоры, чтобы иранская нефть через Турцию отправлялась в Европу, или через Россию отправлялась в Европу, или даже на восток, в Китай. Соответственно, рано или поздно у данной проблемы решение найдется, поэтому, может быть, этот ажиотаж по нефти является такой краткосрочной и среднесрочной. Будем следить за ситуацией, но данное событие повлияло на цены на нефть. Итак, что у нас практически было вчера? Я пропущу все вот эти второстепенные события, потому что думаю, что они не являются настолько важными для валютного рынка, поэтому сразу прокомментирую заседание Резервного банка Новой Зеландии. Вчера состоялось первое заседание по денежно-кредитной политике нового представителя Резервного банка Новой Зеландии, то есть это господин Адриан Ор. На самом деле я прочитал решение Резервного банка Новой Зеландии. Мне кажется, что оно не отличается от предыдущих решений, то есть суть самого решения практически не изменилась. Но я хочу сказать, что просто там другими словами пользуется новый представитель Резервного банка Новой Зеландии. В целом он практически попытался озвучить, что он сказал. Значит, по его мнению, ставка, конечно, остается на данном уровне. При необходимости ставка может пойти и вверх, ставка может пойти и вниз, в зависимости от экономической ситуации. На данный момент Резервный банк Новой Зеландии немножечко скорректировал вниз свои прогнозы по росту ВВП. Вот она красная линия, то есть рост ВВП ожидаемый, который был по февральским прогнозам. А сейчас по новым прогнозам, которые только что были опубликованы в мае, мы видим вот эту синюю линию, что она чуть ниже. Соответственно, предполагается, что где-то на 1% за ближайшие 3 года в общем уменьшится общий совкупный рост ВВП приблизительно на 0,3% в этом году, 0,4% в 2019 году и потом еще на 0,3% в последующие годы. То есть, в целом, господин Эйдриан Ор сказал, что больших изменений нет, маленькое снижение, конечно, по прогнозам ВВП есть. И, конечно, они также предполагают, что если инфляция может немножко ситуация с ростом инфляции замедлиться за счет нескольких факторов. Один из ключевых факторов это отсутствие сильного роста заработной платы внутри страны, то есть в Новой Зеландии. Они говорят, что если продолжится вот этот вялый рост заработной платы, он ограничит, скорее всего, и рост инфляции, поэтому им в будущем теоретически в таком сценарии, при таком риске они могут снизить ставку. И наоборот, конечно, если ситуация будет резко улучшаться по инфляции, то есть они готовы быстрее поднять ставку, но на данный момент они считают, что экономика находится в неком сбалансированном таком состоянии. То есть 50%, что ставка пойдет вверх, и на 50% вероятность, что ставка пойдет вниз. На самом деле, я не думаю, что здесь есть что-то радикальное в речи нового представителя главы резервного банка Новой Зеландии. Мне кажется, что в этом экономическом ежеквартальном отчете по денежно-кредитной политике, которую они также вчера опубликовали, есть маленький такой скепсис по сравнению с предыдущим обзором, то есть по сравнению с предыдущим отчетом. Но, может быть, мне это так кажется, потому что у меня была короткая позиция по новозеландскому доллару, и мне бы, может быть, хотелось так, чтобы здесь был какой-то скепсис. Конечно, моя сделка закрылась по тейк-профиту, мы это прокомментируем потом на графиках, но все-таки я предполагал, что маленький скепсис есть. Итак, по Новой Зеландии, думаю, что я все озвучил, прогнозы от Банка Японии, они практически, эта сводка основана на последнего заседания по денежно-кредитной политике, которое состоялось в конце апреля, 26 и 27, если не ошибаюсь. Хочу сказать, что читая вот эти там информацию в этой сводке, или вот эти заявления представителей Банка Японии, а также Министерства финансов, четко и ясно становится, что Банк Японии продолжит программу выкупа активов, не изменяя объемы. Также там даже было написано, что рынки думают, что мы начнем цикл повышения ставки, но они слишком оптимистичны в этом отношении. Это написано в этой сводке прогнозов от Банка Японии, и представители Банка Японии говорят, что не надо вообще торопиться с уменьшения программы выкупа активов, потому что таким образом ставки начнут повышаться там по кредитам в Японии, что надавит на экономическую ситуацию внутри страны. Соответственно, они говорят, что вот это ужесточение финансовой среды, финансовых условий, кредитований и так далее внутри страны, сейчас это не нужно японской экономике. Соответственно, они говорят, что рынки должны об этом немножечко типа забыть, и мы продолжим программу выкупа активов полными объемами, чтобы сохранять ставки на низком уровне. То есть пока не вижу в их речи никаких сигналов о изменении ситуации по денежно-кредитной политике. Но хочу сказать, японцы именно те, именно этот, японский банк, именно это тот центральный банк, которому никогда нельзя доверять. То есть я не говорю, что нужно делать на 180 градусов противоположное действие, то есть если банк одно говорит делать противоположное, но доверять им не стоит. То есть у меня практически, практический опыт на финансовых рынках 12 лет. Я для себя еще в 2009-2010 году сделал, что японскому центральному банку никогда нельзя доверять. Их слова не настолько надежны, то есть они всегда могут сделать нечто совершенно радикальное. Конечно, швейцарский банк со своим решением в 2015 году, обещая почти ежедневно, что не откажется от вот этого уровня 1.20 в паре евро-франк, совершая вот этот резкий, ну типа обман, когда они никого не предупреждая, а наоборот убеждая, что не будут отказываться, совершили это противоположное действие. Конечно, он потерял и уронили свой престиж, они упали ниже японского банка, но я думаю, что японцы сразу практически за швейцарцами. Это именно тот банк, которому также нельзя доверять. Поэтому мы будем это всегда комментировать, потому что сюрприз со стороны японцев мы в любое время можем увидеть, будьте на чеку. Итак, следующее, значит, экономический бюллетен Европейского Центрального Банка. Я его поверхностно посмотрел. Он полностью ссылается на вот эти прогнозы Европейского Центрального Банка, которые были сделаны в апреле, а также там указаны и прогнозы других экспертов, других институтов. Если кто-то интересуется фундаментами, хочет узнать, какова ситуация в европейской экономике, в еврозоне, можно посмотреть этот бюллетен, там очень много графиков, то есть легко практически воспринять эту информацию. Но для рынка здесь я ничего, то есть с точки зрения торговли, для себя ничего интересного не нашел. Но потом статистика по Великобритании, промышленное производство не так хорошо выросло в марте, но без сомнений мы это уже неоднократно обсуждали, что там у них был снег, британская экономика к этому не были подготовлены, потому что когда температура упала ниже нуля, там какие-то трубы перестали у них работать, экономика стагнировала, мы это неоднократно обсуждали, то есть этот индикатор полностью выходит в соответствии уже с вот этими негативными прогнозами, которые были в марте. Я все-таки хочу прокомментировать торговый баланс, я его практически открыл, это на страничке статистического бюро Великобритании. Вот практически экспорт товаров и услуг Великобритании в объемах, физических объемах. Вот видно, что пик был пройден где-то в сентябре-октябре прошлого года. С того момента объемы экспорта Великобритании немножечко уменьшились. Я не хочу сказать, что они падают, но роста нет. Может быть все-таки вот эта желтая линия зигзагом идет вверх, но представьте себе, что объемы практически экспорта Великобритании пойдут в бок или чуть упадут, тогда получится, что рост здесь останавливается и соответственно это укажет на тот факт, что уже сильного роста экспорта нет и этот двигатель, который практически был для британской экономики после референдума, точнее по Брекзиту, с середины 2016 года, может исчерпаться. Будем следить за этой ситуацией, потому что если экспорт практически зафиксирует более низкие темпы роста, то это может надавить на британскую экономику. Потенциальная угроза есть, на мой взгляд, будем за этим следить. Итак, что у нас практически вчера, то есть после этого происходило, ничего интересного, кроме, конечно, заседания Банка Англии. Итак, Банк Англии сегодня опубликовал в два часа свое решение, долгожданное на самом деле решение по денежно-кредитной политике. Мы знаем почему, потому что ранее два представителя комитета по денежно-кредитной политике голосовали за увеличение ставки, это Ян Маккаферди и Майкл Сандерс. Я предполагал, мне было интересно, какой будет расклад голосов сейчас, учитывая, что после их заседания предыдущего были зафиксированы вот эти низкие темпы роста в британской экономике за счет сезонных факторов, конечно, за счет снега и, точнее, за счет того, что температура упала ниже нуля в марте. А также в апреле мы увидели по опережающим индикаторам, что ситуация не исправилась, наоборот, даже в сфере услуг упали практически оптимистичные ожидания среди предпринимателей Великобритании. То есть после всего вот этого негатива, который произошел в этот промежуток, мне было интересно, если Ян Маккаферди поменяет свое видение оптимистичное по британской экономике, поменяется ли здесь расклад голосов, получилось, что ничего не поменялось, то есть расклад голосов тот же самый. Давайте сейчас мы посмотрим и на видение Банка Англии. Значит, первое, они снизили немножко свое видение по росту ВВП за текущий 2018 год. Ранее медиана была на уровне 1.75, но тут укруглено, и мы видим уровень 1.8. Сейчас они практически снизили свой прогноз до уровня 1.4. За 2019 и 2020 года они сохранили свои предыдущие прогнозы. То есть представители Банка Англии предполагают, что за счет вот этого более слабого экономического роста, который был зафиксирован в первом квартале, Британия практически зафиксирует более низкий рост на протяжении этого года, но в 2019 и 2020 годах практически рост поднимется к своим предыдущим прогнозным значениям. За счет этого, на самом деле, оказывается, они плюс, учитывая, что инфляция возвращается к целевому уровню, по их мнению, потихонечко, и даже видно, что сейчас дают более низкие прогнозы по инфляции, чем ранее, объясняя вот эти прогнозы тем фактором, что уже пройден вот этот эффект Brexit референдума, то есть тот эффект, который практически, если мы перейдем на пару фунт-доллар, вот этот эффект падения британского фунта, за счет которого в последующие месяцы появилась хорошая такая высокая инфляция, они говорят, этот эффект уже пройден, давление со стороны фунта, давление со стороны, то есть увеличение инфляции Великобритании за счет того, что фунт тогда падал, уже практически этот эффект потихонечку исчезает, и они говорят, он будет становиться все меньше и меньше, то есть этот эффект потихонечку полностью уйдет, поэтому они снизили свои прогнозы по инфляции. И на самом деле меня удивило в известной степени тот факт, конечно, я говорю, меня удивило, а может быть, сами представители Банка Англии правы, сейчас покажу их прогнозы по процентной ставке. Вот практически прогнозы за февраль, вот их прогнозы, которые только что опубликовали сегодня. В 2018 году сейчас они подняли немножечку траекторию цикла повышения ставки, ранее 0,6, сейчас 0,7, конец 2014 года 0,7, 0,7. И здесь практически видно, что к середине 2019 года, точнее за третий квартал, они уже четко и ясно дают уровень 1,00, то есть они нам четко и ясно типа говорят, что произойдет одно повышение ставки в третьем квартале текущего года, в следующем году, скорее всего, в середине года произойдет следующее повышение ставки, и практически они нам чуть-чуть сдвинули траекторию цикла повышения ставки вверх. Конечно, это чуть-чуть видно, что 0,7 раньше было в четвертом квартале, а 1,00 в четвертом квартале также 2019 года, а не в третьем. Если это было видно, уважаемые зрители, ставьте свои плюсики. Почему я на это обращаю внимание? Потому что, хотя экономические показатели оказались намного хуже сейчас в первом полугодии, Банк Англии сохраняет свой яркий позитив по британской экономике, и даже чуть-чуть ужесточили вот эту риторику по циклу ставки. На мой взгляд, в краткосрочной перспективе это не настолько благоприятно для британского фунта. Зачем повышать быстро ставку, когда нет экономического роста? И тем более, что вышла плохая статистика, они чувствуют себя еще более уверенно, чем это было, например, грубо говоря, 3 месяца назад, то есть в феврале. Конечно, фунт на это отреагировал негативно. Мы попозже перейдем к графикам, но для меня это не самое хорошее событие для фунта. Конечно, я не говорю, что я гиперпессимист по британской экономике и по фунту в течение этого периода, хотя через 5-10 лет или через 10 я являюсь очень большим пессимистом по британской экономике, это я неоднократно озвучил, но там другие факторы я учитываю. Но в этом промежутке в ближайшие 2-3 года мне все-таки кажется, что столько много рисков перед британской экономикой по поводу Брекзита, по поводу всего этого, по поводу вот этих отношений с Европой экономически, что они не имеют права так жестко практически высказываться по циклу повышения ставки. И я не знаю, они могут оказаться правы, мы будем приспосабливаться к изменениям, но если доверять индикаторам и опережающим индикаторам маркета в краткосрочной перспективе, я думаю, что пока еще это скорее всего сыграет, будет не на пользу британского фонда. Конечно, это мое личное видение. Итак, что у нас впереди? Через 11 минут выходит инфляция по США, индекс потребительских цен. Данный индикатор может вызвать серьезную волатильность на валютном рынке, поэтому мы сейчас будем переходить потихонечку к графикам, посмотрим, как он повлияет на американский доллар. Конечно, рост инфляции, если это производственная инфляция, это хорошо для, соответственно, американского доллара. И наоборот, если там не будет роста производственной инфляции, это плохо для американского доллара. Конечно, если окажется, что инфляция выросла за счет какого-то краткосрочного изменения каких-то цен, то есть за счет какого-то сезонного фактора, это не является производственной инфляцией, то есть стабильным ростом инфляции за счет роста производства, поэтому в этом случае высокая инфляция наоборот повлияет негативно на американский доллар, потому что при отсутствии производства появилась высокая инфляция, которая может подтянуть повышение ставки, чтобы ограничить разгон инфляции, а учитывая, что нет экономического роста, это конечно плохо в этой ситуации, то есть нужно понимать, что есть вот эти различия, за счет чего выросла инфляция, конечно я здесь сразу не смогу это увидеть, нужно будет посмотреть на таблице на страничке статистического бюро США, но мы увидим хотя бы реакцию на публикации данной информации. Во второй половине дня после этого ничего интересного нет, завтра рано утром индекс деловой активности в производственном секторе по Новой Зеландии, посмотрим, что здесь выйдет, конечно на новозеландский доллар вряд ли этот индикатор повлияет, потому что его публикует вот этот экономический институт Новой Зеландии, частный, это их видение, но я его анализирую для понимания направления экономического роста в Новой Зеландии, потом, если честно, почти ничего интересного нет, даже и во время европейской сессии, и в 15 часов завтра будет наш следующий обзор, поэтому у меня по календарю на этом все, жду ваших конкретных вопросов по сегодняшнему обсуждению календаря, если они есть, пишите в чате, но на самом деле я вспомнил одну очень интересную вещь, Знаете, просто хорошо, что я это вспомнил, вот Банк Англии практически сейчас попытался найти их обновленные прогнозы по экономическому росту, они говорят, что экономические прогнозы, которые они опубликовали в феврале, что в первом квартале будет хороший рост, конечно они не сбылись из-за того, что в марте ухудшилась погода, Но знаете, что я хочу сказать, они в этих своих исследованиях и обзорах говорят, что ожидается повышение темпов роста в британской экономике в последующие, конечно, месяцы и в последующие два года, за счет увеличения внешней торговли, то есть экспорта и за счет увеличения инвестиций британских предпринимателей в дополнительные мощности, потому что будет повышенный спрос из других стран на британскую продукцию и предприниматели в Великобритании должны будут наращивать мощность, то есть покупать оборудование и так далее. Соответственно, они говорят, что бизнес инвестиций и внешняя торговля увеличат темпы роста британской экономики, а внутренний спрос за счет более стагнирования на рынке труда, стагнации, то есть нет хорошего роста заработной платы, они говорят, что это будет сдерживать внутренний спрос. Я не знаю, как будет развиваться ситуация в британской экономике, но единственное, что я вижу, что на данный момент, поэтому я прокомментировал в начале обзора торговый баланс по Новой Зеландии, он практически перешел через свой пик с сентября-октября прошлого года, идет в бок объемы экспорта британских товаров. Если здесь не восстановится этот рост, то скорее всего надежды Банка Англии по поводу внешней торговли могут не оправдаться, и это сыграет для Банка Англии очень плохую шутку, поэтому мы будем следить за этими индикаторами, потому что тут пока еще непонятно, повезет ли Банку Англии или нет, потому что с внешней торговли кажется, что дела не самые оптимистичные у них, тем более, что конфедерация британской индустрии по своим промышленным заказам показывала, что снижаются темпы роста практически заказов на британскую продукцию со стороны других стран в ближайшие месяцы. Конечно, я не знаю, что будет через год то, что практически говорит Банк Англии, но есть очень много «но», которое увеличивает сомнения по оптимизму Банка Англии. Мне так кажется, это мое видение, будем следить за ситуацией. Хорошо, читаю ваш вопрос. Иванов Михаил Василий, прокомментируйте важность этих данных для британского фунта оценка темпов роста. Да, спасибо, что вы мне напомнили, что этот индикатор вышел сегодня в 2 часа. Давайте я попытаюсь его найти. Вот оценки темпов роста ВВП от Национального экономического исследовательского института Великобритании. Они также снизили свой оптимизм по британской экономике. Ранее этот институт британский говорил, что темпы роста Великобритании составят 1,9% в 2018 году, то есть на протяжении текущего года. Их прогнозы даже были выше прогнозов Банка Англии, которые практически тогда говорили, что в 2000, то есть это здесь можно снова открыть. Они нам говорили раньше, что темпы роста будут 1,75%. То есть Банк Англии говорил, что темпы роста будут на уровне 1,75%. Вот то, что видим в скобках, это предыдущие их прогнозы. А этот институт говорил 1,9%, то есть почти 2%. Поэтому они говорили, вот этот институт говорил, что два раза в этом году Банк Англии поднимет ставку. Потому что они давали более высокие прогнозы по росту ВВП, чем даже Банк Англии. А сейчас они очень сильно скорректировали свои прогнозы вниз. И их видение, их прогнозы скорректировались, выровнялись с вот этим новым, обновленным, слабым прогнозом Банка Англии. То есть они также практически говорят, что 1,4% составит рост ВВП в Великобритании на протяжении этого года. То есть это значительная коррекция в них, их прогнозов. И самое интересное, что они сейчас молчат и не говорят, что будет с процентной ставкой. Раньше они были очень большими оптимистами, говорили, что 2 раза будет поднята ставка в течение этого года. Сейчас вообще они о своих прогнозах забыли, ничего не комментируют, молчат. Посмотрим, что они напишут через 1 месяц, то есть в середине июня, когда выйдет их обновленный прогноз. То есть скепсис у них появился. Но смотрите, в Великобритании мы видим, что с середины прошлого года все плавает вверх, вниз, вверх, вниз. То есть очень много разонаправленной статистики. И 1 месяц или 2-3 недели мы видим какое-то улучшение. Потом улучшение. И все это переносится на графики. Будьте очень аккуратны. Там ситуация действительно достаточно сложная, непредсказуемая. Будем следить за ситуацией. На данный момент, мне кажется, что это некий негатив. Итак, идем дальше. Долларовый индекс. Что у нас есть? На межном таймфрейме бычья свеча на данный момент рисуется. Видно, что вероятность того, что здесь будет формироваться впадина, увеличивается. То есть ничего нового по сравнению с моим предыдущим прогнозом у меня нет. На межном таймфрейме мы видим вот эту потенциальную череду из трех белых свечей. Конечно, посмотрим, как закроется текущая свеча. Потому что раньше она имела более такой бычий вид. Видно, что сейчас идет маленькая коррекция. По сравнению с вторником, на дневном таймфрейме, вот в каком виде выглядит эта коррекция. По сравнению с нашим обзором во вторник, что в среду сформировался 9 мая вчера ДОЧ. Сейчас медвежья свеча. И видно, что на вот этой зеленой нинии, которая является нижним уровнем восходящего треугольника, который мы обсуждали во втором полугодии прошлого, 17-го года, здесь появилась какая-то, видимо, либо поддержка для евро, либо сопротивление для доллара. И поэтому доллару индекс здесь сейчас около вот этой зеленой нинии немножечко колебается. Соответственно, я думаю, что здесь он может подождать определенное время. Перед тем, как на H4... А, на H4, видите, мы уже в среду практически тестировали вот эти верхние пределы серого диапазона. Просто я вчера не обращал внимания такое большое на графике. Для меня был выходной день. И, соответственно, я это пропустил по доллару индексу. Но хочу сказать, что вот эти уровни, которые практически в верхней части мы обсуждали, что соответствуют уровням декабрьского заседания Федрезерва и сентябрьского заседания Федрезерва, имею в виду 18-го прошлого года, они были достигнуты. Я предполагаю, что в ближайшие, получается, где-то 30-35 дней мы будем здесь, скорее всего, находиться при отсутствии форс-мажоров. То есть, если не будет форс-мажоров, мы будем где-то в этой зоне в ближайшие 30-35 дней, то есть до заседания Федрезерва. А так, на H1, если честно, у меня здесь ничего интересного нет. Конечно, по доллару индексу я неоднократно говорил, что не торгую. Восходящий тренд возобновился, конечно, не в самом идеальном виде, но он все-таки продолжается в долларовом индексе. Посмотрим, как поведет себя долларовый индекс, соответственно, в ближайшие дни. Потому что видно, что сейчас уже, может быть, в известной степени угол тренда начинает меняться. То, что говорит о том, что двигатель для роста долларового индекса начинает значительно уменьшаться. То есть, нет такого уже солидного толчка для роста долларового индекса. Конечно, на мой взгляд, это объясняется тем, что мы уже дошли до верхней части серого диапазона. Я предполагаю, что пока мы здесь подождем. Это мое мнение. То есть, я предполагаю, что тут необходима четкая и ясная информация, что Федрезерв поступит грамотно в июне, что не будет резкого ужесточения по денежно-кредитной политике. И не будет никакого форс-мажора, который может ограничить значительно рост американской экономики, чтобы мы обновили вот эту предыдущую вершину в этом нисходящем тренде, который уже практически становится все более и более неактуальным. То есть, предполагаю, что пока еще здесь можем достаточно долго сохраниться. И давай сейчас мы посмотрим, что у нас в паре евро-доллар. Но до этого давайте посмотрим, какая статистика по CPI вышла. Потому что наш участник Иванов Михаил уже мне написал, что вышла статистика по инфляции. Итак, что у нас сегодня вышло по инфляции? Сейчас мы увидим. Значит, вот она статистика по инфляции. Индекс потребительских цен вырос на 0,2% в месячном выражении. Без учета продавал 2,1%. Ну, вы знаете, я думаю, что на первый взгляд, по моему ощущению, это все в пределах ожиданий. То есть, на предыдущем уровне нет каких-либо серьезных сюрпризов здесь для рынка. То есть, думаю, что эта инфляция практически CPI, который вышел, точнее, Core CPI, он выходит в соответствии с ожиданиями. А сам по себе CPI, индекс потребительских цен, вышел на уровне 2,5. То есть, все в пределах ожиданий. Здесь большого сюрприза для рынка. Ну, на первый взгляд, мне кажется, что не будет. То есть, нет большого сюрприза, каких-то серьезных изменений за счет этого индикатора я не ожидаю. Итак, идем дальше. На месячном таймфрейме в паре евро-доллар все по-прежнему остается. То есть, медвежье поглощение на месячном таймфрейме в верхней части нисходящего движения. Соответственно, на weekly таймфрейме у нас после вот этой консолидации мы увидели вот эту череду черных свечей. То есть, три черные вороны рисовались. Хотя, эта свеча начинает менять свой характер. Посмотрим, как она закроется в конце недели. То есть, это мы уже увидим в понедельник. Но, на данный момент видно, что есть такой плюс у доллара против евро. Конечно, если перейти на дневной таймфрейм, здесь у меня ничего интересного нет. Вот эта череда вершин мы уже много раз обсуждали, которая ограничила рост евро. Я хочу все-таки напомнить, что если посмотреть, где находилась пара евро-доллар во время вот этого ключевого декабрьского заседания прошлого года, которое состоялось 12-13 декабря. Вот она практически свеча. Она была достигнута. Вот свеча 13 декабря, которая находилась на отметке 1.17. Там 30. И, соответственно, вот она. Давайте даже я ее в этом окошке покажу. Вот она свеча. 1.17.2.8.9. Хай 1.18.3.1.4. Вот здесь это все видно. Вот этот хай уже был достигнут. Даже мы упустились чуть ниже. Соответственно, мы уже протестировали вот эти ключевые уровни. Тем более, что в сентябре, когда было вот это грамотное решение принято в США, мы находились именно на вот этих уровнях 1.19.50, даже 1.20. Я продолжаю предполагать, что, скорее всего, вот эти ближайшие 30-35 дней до декабрьского, до заседания Федрезерва, мы будем, скорее всего, между этими уровнями сентябрьского заседания, то есть между уровнем сентябрьского заседания и между уровнем декабрьского заседания Федрезерва. То есть, по сути, мы, если упустимся здесь, еще максимум от текущего уровня получается. Ну, я раньше говорил 1.17.50, то есть, учитывая, что совсем недавно мы уже были вблизи 1.18.20, там еще 70 пипсов вниз. Думаю, что есть потенциал к движению вниз в ближайшие 30-35 дней. Конечно, вверх, скорее всего, до 1.19.50, 1.20 мы также можем отскакивать периодически, потому что пока еще рынок дождется до принятия решения Федрезерва, чтобы посмотреть, насколько грамотно они поступят в июне. Итак, на H4 видно, что нисходящий тренд, который условно я рисовал. Ну, кажется, что мы пробили вот эту линию сопротивления. Конечно, это не значит, что сейчас тренд так быстро ускорится. Может быть, это был ложным прорывом. Мы вернемся к этой линии, соответственно, может быть... Так, секундочку, давайте я это уберу. То есть, может быть, тут просто это был ложный прорыв. Мы, соответственно, сейчас вернемся. Ну, тут осталось 30-40 пипсов. И в последующие дни достаточно медленно зигзаг, может быть, будем идти по этой линии. Не знаю, у меня сделки в паре евро-доллар нет. Это чисто аналитически, теоретически я обсуждаю. На H1 ничего интересного. На 30-минутном тайм-время мы находимся в пределах нисходящего движения. И давайте я продолжу это нисходящее движение, потому что оно остается актуальным. На данный момент идет очередная попытка выхода за пределы нисходящего движения. То есть, мы периодически немножко поменяли вот эти угол движения вниз. Но на данный момент оно сохраняется. Хотя сейчас идет фаза коррекции. Очень схожая ситуация в паре фунт-доллар. Те же самые свечи на месячном тайм-време. Все-таки на уикле у нас был зафиксирован впервые за полтора года прорыв линии тренда, после которого я перечеркнул этот тренд, потому что мы обновили вот эту ключевую впадину. На дневном тайм-време хочу кое-что прокомментировать. Вот она двойная вершина. Внутри практически впадина между двойной вершиной. Прорыв линии тренда. И сейчас мы практически находимся на вот этом уровне, который был до начала ноября. Куда мы сейчас пойдем? На мой взгляд, решение Банка Англии чисто психологически на данный момент не является позитивом для британского фунта. Ужесточать траекторию по циклу повышения ставок при выходе не очень хорошей информации по Великобританию в последние недели, на мой взгляд, будет иметь негативный характер на британский фунт. Соответственно, даже если мы отобразим вот эту впадину здесь между двойной вершиной и такой мощной двойной вершиной, я сейчас с целью ее нарисую на дневном тайм-време. Я думаю, что после всего этого, если не будет форс-мажора в США, мы максимум можем отскочить, грубо говоря, до этой впадины вот здесь. После этого мы можем пойти вниз. Но, учитывая, что фунт иногда, когда начнет двигаться в каком-то направлении, он просто движется без каких-либо отскоков, тестирований. Может быть, после вот этого, просто я поэтому сегодня ждал заседания Банка Англии и смотрел на мелких тайм-времах, что произойдет. Может быть, сейчас чуть-чуть здесь сохранимся определенное время и потом пойдем вниз. На мой взгляд, есть такие хорошие предпосылки. Соответственно, на х4 все-таки напоминаю, что никакого тренда нет. Так же, как и в паре евро-доллар, мы тестировали уровни сентябрьского и декабрьского заседания Федрезерва. Вот они, практически синяя линия нам показывает, где находилась пара фунт-доллар во время декабрьского заседания Федрезерва. Это 1.34, там 30. Я предполагаю, что там осталась где-то одна фигура до этого уровня, от этих минимумов. То есть, предполагаю, что в ближайшие также 30-35 дней до заседания Федрезерва в июне мы можем упасть до этого уровня. То есть, я придерживаюсь к своему этому видению. Но, конечно, хочу сказать, это не является ни в коем случае рекомендацией для совершения сделки. Тем более, что я не торгую в паре фунт-доллар сейчас, потому что на х4 нет для меня тренда. Также хочу сказать, что по Британии все время радикально меняется ситуация. Поэтому я воздерживаюсь при таком высоком риске и отсутствии трендов совершать сделки. Поэтому каждый для себя сам решает. Плюс, я когда и в паре евро-долларе, фунт-доллар, говорю о таких уровнях, что могут быть достигнуты раньше, говорю, в течение 45 дней. Конечно, с каждым обзором количество дней уменьшается. 40, например, 37, 38. То есть, до заседания Федрезерва понятно, что с каждым днем это расстояние уменьшается. Время уменьшается. Но, когда я это озвучивал, это не значит, что без остановки или без отскоков цена будет идти к этим уровням. Тут отскоки всегда могут быть зафиксированы. Тем более, что в паре фунт-доллар ранее здесь был восходящий тренд. Так что, хотя инерция падает, все равно отскок в любое время может произойти. А так, на х1 все то же самое, как в паре евро-доллара. На 30-минутном вот практически что я наблюдал. Нисходящий тренд. Мы практически сейчас пытаемся пробить линию трендов очередной раз. То есть, сейчас идет какая-то маленькая консолидация на этом таймфрейме. Все-таки консолидация может оказаться обычной консолидацией, после которой продолжится нисходящее движение. То есть, может быть, еще здесь немножко будет колебаться пара. И потом пойдет снова, скорее всего, вниз, на мой взгляд. Все-таки я сделку не буду открывать. И даже если рассматриваю сделку на продажу, она будет от вот этого нисходящего тренда. То есть, на 30-минутном таймфрейме, если увижу, что не будет восстановления движения вниз, отскок вверх, конечно, я бы полностью отказался от такой краткосрочной сделки на продажу. На данный момент я просто наблюдаю за этой валютной парой. Итак, пара доллар-франк. На месячном таймфрейме идет череда бычьих свечей. Я придерживаюсь своего мнения, что на грамотном решении по денежно-кредитной политике в США, если действительно будет грамотное в июне по денежно-кредитной политике, мы поднимемся к уровням 1.02-1.04 примерно, на мой взгляд, в конце июня или уже там начало июля, то есть где-то в середине лета мы дойдем до этих уровней. На мой взгляд, при отсутствии форс-мажоров. На weekly таймфрейме сейчас видно, что, как и в паре евро-доллар, приблизительно свеча начинает немножечко менять свой бычий характер. Видно, что после вот этой формации из трех белых свечей, то есть вот эти три белые солдата, сейчас идет замедление на weekly таймфрейме. Вот свеча, которая указывает на тот факт, что начинается какое-то сомнение по поводу дальнейшего роста в паре доллар-франк. Конечно, тут ничего странного нет, на мой взгляд. Мы практически протестировали уровень 1.050-1.060. Ранее я говорил, что как и в паре евро-доллар, так и в паре фунт-доллар есть, на мой взгляд, уровни, которые могут быть достигнуты до следующего заседания Федрезерва. Здесь уровень, который я озвучивал, он отвечает уровню заседания Федрезерва, которая состоялась 14 или 15 марта в 2017 году. Это приблизительно уровни 1.010-1.015. То есть всего лишь там 40 пипсов осталось до этого уровня. Предполагаю, что эти уровни, как и в паре евро-доллар и фунт-доллар, будут достигнуты в ближайшие 30-35 дней. То есть во время заседания Федрезерва, скорее всего, мы можем оказаться где-то там. На х4 сохраняется восходящий тренд. Конечно, видно, что сейчас от линии сопротивления идет попытка маленькой коррекции. На х1 и на 30-минутном таймфрейме, так же, как и в паре евро-доллар, так же, как и в паре фунт-доллар, после вот этих хороших, надежных трендов в паре доллар-франк, идет консолидация. То есть это первая консолидация, которая наблюдается, которая выходит уже за рамки вот этого стабильного роста. Соответственно, первая консолидация, которая наблюдается с середины апреля. Это все говорит о том, что уже быки по доллару, скорее всего, отыграли основную часть движения до юнинского заседания Федрезерва. И сейчас тут будет пауза. Я предполагаю, что эта пауза будет наблюдаться и в паре евро-доллар, и в паре фунт-доллар, и в паре доллар-франк. То есть будут такие хаотичные движения. Фигура вверх, полторы вниз, например, что-то такое. То есть я предполагаю, что основная часть движения уже была отыграна. Движение, которое должно было бы произойти до заседания Федрезерва в юни. Итак, в паре доллар-иена. Что у нас есть? 23 уровень, 38 уровень. То есть ничего интересного на местном таймфрейме, имею в виду эти уровни Фибоначчи. На уиклий таймфрейме видно, что после череды бычьих свечей на прошлой неделе сформировался дочь, который уже указывал о возникновении сомнений среди долларовых быков. Текущая свеча бычьи, она, хотя имеет тело, которое обновляет тело предыдущей свечи, все равно разброс цены, то есть верхняя и нижняя тень, входит внутри разброса предыдущей свечи. То есть это говорит о том, что здесь также идет какая-то пауза. Конечно, в паре доллар-иена она началась намного заранее, чем в паре евро-доллар, фунт-доллар. И последняя пара, в которой сейчас начинается такая пауза, это в паре доллар-франк. Может быть, предполагаю, что мы сохранимся где-то здесь в ближайшее время. Если посмотреть на декабрьское заседание Федрезерва, одну секундочку, или точнее, если мы возьмем сентябрьское заседание, которые были, они были где-то на уровне 110-111, вот эти все ключевые заседания, которые были в декабре, я предполагаю, что если, например, на H1 мы, соответственно, сохранимся в этом восходящем движении, линию тренда, которого мы тестируем уже достаточно долго, то здесь видно, что на H1 этот тренд, который мы нарисовали, тестируем линию тренда. Даже если будет возобновление роста, я думаю, что где-то в пределах около 110-111 и эта пара также сделает застой, то есть остановиться, потому что эти уровни практически будут соответствовать уровням в паре евро-доллар, в паре фунт-доллар, в паре доллар-франк, которые я озвучил. То есть если уже взять вот эту вершину 110, там осталось всего лишь 50 пипсов или максимум фигуры до вот этих ключевых уровней, которые также были зафиксированы в сентябре, во время вот этого сентябрьского заседания прошлого года. Поэтому думаю, что все пары немножечко начинают, доллар начинает притормаживать в этих парах, но, конечно, позитив по доллару все-таки сохраняется, то есть я не ожидаю каких-либо иерейских падений от долларов в ближайшее время в этих парах. Итак, пара доллар-канадский доллар. Интересная ситуация после выхода США и сделки по Ирану. Видно, что текущая свеча развернулась. На месячном тайм-фреме здесь был бычий, практически бычье тело, сейчас оно развернулось. И на самом деле на уиклик тайм-фреме что происходит? Оказывается, что мы разворачиваемся вниз. Я не знаю, как поведет себя эта пара, потому что если цены на нефть окажутся, что еще пойдут вверх, чисто психологически, в течение нескольких недель, канадец может получить поддержку, потому что это будет очень большой рост по нефти по сравнению с ценами, которые были полтора-два-три месяца назад, когда там цены были вблизи 60-62 долларов за баррель. Это приблизительно 30-35% рост цены нефти. Соответственно, чисто психологически это может перенестись на канадский доллар. И будем ли мы сейчас на фоне вот этой ситуации вокруг сделки по Ирану снова тестировать нижнюю линию, я не знаю. Но мы видим, что очень много таких форс-мажоров иногда могут произойти, которые совершенно могут развернуть графики, и которые очень сложно иногда заранее даже предугадать, что могут появиться. Так что пока еще мы сохраняемся в пределах потенциального восходящего движения. На х4 давайте вспомним, что у нас была консолидация. Мы подняли этот диапазон на этаж вверх, когда здесь произошел прорыв. На х1 вот он восходящий тренд, консолидация, после которой восходящий тренд продолжился. И вот та консолидация, которую мы когда-то рисовали. Я с целью сейчас одну вещь хочу прокомментировать. До сделки по Ирану, то есть во вторник, если я не ошибаюсь, во время нашего последнего обзора, мы когда обсуждали вот эту ситуацию во время вот этих свечей, вот они даже не та свеча, которая была здесь, а вот здесь, мы говорили, что если доверять вот этой диапазонной торговле, если происходит выход вверх, например, и ровно на такой диапазон, лучше там фиксироваться. И вот казалось, что если действительно кто-то, кто-то действительно, если кто-то торговал на этих диапазонах, и во вторник, восьмого, если, например, когда мы обсуждали, что здесь по правилам диапазонной торговли можно фиксироваться, это оказалось бы наилучшее практически решение, потому что вот сделка по Ирану все развернула. И не только что мы, я тогда предполагал, что если здесь фиксироваться, потом нужно ждать до нижней части тестирования в верхних пределах диапазона и снова покупку в новом диапазоне. Но, конечно, такого не было. Видно, что все сразу начало движение вниз без каких-либо попыток даже отскока. Вот единственная попытка отскока здесь сформировалась, вот здесь, в нижней части вот этого предыдущего диапазона получается, грубо говоря. И тогда бы формировался ложный сигнал на покупку вот здесь. Но все-таки даже лучше было бы к нему не подключаться, потому что трейдер, который практически увидел, что вот это движение произошло на фоне вот этой иранской сделки, он четко и ясно понимает, тот, который следит за новостями, что это форс-мажорное событие, которое может создать достаточно хорошую волатильность не только в краткосрочной, но и среднесрочной перспективе, пока в мире ситуация немножечко сбалансируется и все крупные компании начнут понимать, как сделка по Ирану будет влиять на нефтяные там экспортеры и импортеры, то есть на эти компании. И вот тогда этот шум исчезнет, и мы увидим, в каком направлении пойдет пара доллар, канадский доллар. Поэтому на фоне вот этой неясности подключаться к таким нестабильным сигналам я не собираюсь, тем более, что и сейчас мы упустились еще на один диапазон, получается, вниз. Вот если мы его возьмем, грубо говоря, мы тестировали вот эту нижнюю часть. Стоит ли сейчас покупать с надеждой, что мы хотя бы вернемся вот в эту консолидацию? Каждый для себя сам решает. По сути, если доверять фундаментальной логике, я предполагаю, что диапазон вверх, прорыв через вот этот диапазон и тот же диапазон вниз, в зеркальном инерсимале, может быть, рано или поздно отсюда развернется движение, и мы снова вернемся в вот эту достаточно долгую зону консолидации. Но я не собираюсь здесь покупать, потому что это решение по иранской сделке может значительно увеличить краткосрочную волатильность по этим нефтяным парам, валютам. Соответственно, на данный момент не собираюсь рисковать. Но если вдруг на weekly таймфрейме мы после вот этого доджа, после вот этой свечи рано или поздно будем тестировать линию тренда, как и ранее, при четком ясном развороте, я буду пытаться подключиться уже к этому тренду, потому что здесь была одна впадина, вторая, может быть, это была третья впадина, даже если не была в самом идеальном виде, все равно я буду ее рассматривать в качестве третьей впадины. То есть на четвертой впадине буду рассматривать сделку на покупку. Итак, в австралийском долларе 50 уровень по Fibonacci был достигнут, даже попытки движения вниз на месячном таймфрейме. На weekly таймфрейме четко и ясно зафиксированный выход из восходящего движения. Все-таки я, как и ранее, хочу подчеркнуть, что этот тренд перечеркну только в том случае, если мы обновим вот эту впадину. На данный момент пошла попытка обновления впадины. Если бы свеча закрылась ниже вот этой впадины, я бы перечеркнул этот восходящий тренд. Но на данный момент полностью его не собираюсь похоронить, потому что хочу сказать, что вот эти свечи начали немножечко указывать на поддержку австралийца. То есть австралийец не сдается. Вот медвежья свеча, тело у которой маленькая и большая нижняя тень. Здесь формируется вот этот молот на данный момент. То есть все это говорит о том, что у австралийца есть поддержка. Конечно, если я все-таки ссылаюсь на свой предыдущий опыт, все равно вот эти свечи указывают на тот факт, что да, у австралийца есть какая-то поддержка, но кажется, что она будет сломана, потому что это не те свечи, которые говорят и указывают на какой-либо разворот. Тут что-то этим свечам не хватает. Вот я много таких свечей видел. И исходя из моего предыдущего опыта, даже если здесь сейчас произойдет какой-то период консолидации, скорее всего потом пойдем вниз. Это мое предположение. Итак, на дневном таймфрейме продолжаем двигаться в кунтурах нисходящего движения, которое хорошо видно на х4. Видно, что от линии тренда мы периодически отскакиваем. Конечно, извиняюсь, от линии сопротивления мы периодически отскакиваем. Конечно, это же сопротивление. На х1 ничего интересного. А на 30-минутном таймфрейме все-таки, хотя и мы сейчас имеем вот этот солидный рост вверх, я хочу сказать, что здесь сохраняется предпосылка к какому-то нисходящему движению. Но видно, что это нисходящее движение меняет свой угол. Соответственно, видно, что в многих парах у доллара начинается практически застой. То есть, скорее всего, как я сказал в начале, он уже, долларовый индекс, повышаясь вот к верхней части вот этого диапазона серого, который мы когда-то рисовали при этом выходе, где-то вот здесь. Я когда его взял и перенес вверх. Видимо, долларовый индекс уже отыграл по большому счету основную или ключевую часть движения, которое должно было бы произойти до заседания Федрезерва в июне. То есть, я предполагаю, что сейчас мы здесь будем колебаться. Это переносится на многие пары. То есть, эти пары практически, скорее всего, по моим наблюдениям, подождут до публикации решения Федрезерва в июне. Да, позитив у доллара сохраняется, но он уже практически солидно ограничивается, потому что движение по доллару, на мой взгляд, по большому счету, уже полностью ключевое движение произошло. Сейчас просто сколько там получается? 30-35 дней будем колебаться. В новозеландском долларе на месячном таймфрейме ситуация очень схожая, как и в паре австралийский доллар-доллар. Я озвучил свое мнение по поводу денежно-кредитной политики Резервного банка Новой Зеландии после вчерашнего заседания. Хочу сказать, что моя сделка закрылась по второму тейк-профиту, то есть, моя позиция по новозеландскому доллару, которая состоялась из двух частей, полностью закрылась. Я неоднократно говорил, что мой второй тейк-профит будет на уровне 0.69.10 на фоне волатильности. Вот здесь практически. Это произошло после заседания Резервного банка Новой Зеландии, которая состоялась либо вчера вечером, либо для кого-то сегодня рано утром. Мы упускались даже в моей платформе, мы упустились ниже, чуть ниже 0.69. Не знаю, у кого как, но все равно у меня тейк-профит сработал. То есть, по этой сделке я закрылся полностью. Надеюсь, это было слышно. И, как я ранее говорил, я не собираюсь в ближайшее время рассматривать такие долгосрочные сделки, основанные на тяжелых месячных и weekly таймфреймах вот на этом диапазоне. В ближайшее время не собираюсь, потому что даже после закрытой этой сделки у меня получается, что еле-еле после вычета свопов я дохожу примерно к желаемому уровню годовой доходности, который я хочу практически в течение года приблизительно зарабатывать. То есть, хотя сделка была маленькая, она по объему соответствовала моим часовым практически таймфреймам, хочу сказать, что не собираюсь на данный момент рассматривать тут такие долгосрочные сделки в паре новозеландский доллар-доллар. Конечно, это учитывая вот эти свопы, которые я платил по этой паре, потому что в разных платформах там свопы могут отличаться. Соответственно, что хочу сказать. Здесь практически, если взять верхнюю часть диапазона между 50 уровнем и 100, мы приблизительно тестировали вот эту предыдущую впадину. Давайте вспомним, что на H4, если посмотреть, где находилась пара, даже на дневном таймфрейме, где находилась пара в декабре прошлого года, 13 декабря, когда было вот это ключевое заседание Федрезерва, в последний раз, когда они в прошлом году подняли ставку, вот они практически эти уровни. 69, там 20, 70, 20. Я предполагаю, что как и в паре фунт-доллар, евро-доллар, где-то здесь будем колебаться. То есть, поэтому я в этих пределах закрыл свою сделку. На данный момент у меня здесь уже сделки нет. Итак, все-таки на очень мелких таймфреймах, если перейти на 30-минутный таймфрейм, здесь может продолжиться вот это нисходящее движение. Я это с целью объясняю, потому что та речь, которая была сегодня рано утром после заседания Резервного банка Новой Зеландии, мне кажется, что она говорит сама по себе о том, что риски есть для новозеландской экономики и, скорее всего, причин для сильного роста новозеландца нет. Поэтому, если мы сохранимся в пределах вот этого нисходящего движения, на 30-минутном таймфрейме, на фоне всего вот этого глобального давления на новозеландский доллар, может быть, я открою очень маленькую сделку на продажу, может быть, в пределах вот этого 30-минутного таймфрейма. Буду следить за ситуацией, потому что даже если мы чуть здесь поднимемся, я думаю, что максимум снова дойдем до вот этих уровней, которые я озвучил на дневном таймфрейме, исходя из декабрьского заседания Федрезерва 13 декабря, то есть это 70-30. И, соответственно, вот на 30-минутном таймфрейме вот этот уровень 70-30 находится приблизительно вот здесь, вот эта вершина. То есть даже если мы попытаемся пробить вот эту линию тренда, я предполагаю, что потом будет снова попытка движения вниз. И в наихудшем случае, если я где-то вот здесь откроюсь, то есть вблизи 69-90, там 70-20 при движении вниз, я все равно предполагаю, что смогу выйти быстро из этой сделки, либо с маленькой прибылью, либо на безубыток, либо с маленьким убытком. Поэтому рассматриваю эту возможность, буду следить за ситуацией. И золото, последний инструмент. Видно, что золото в нижней части диапазона практически получило поддержку, отскакивает вверх. На х4 это хорошо видно, вот эта нижняя зона. На х1 ничего интересного у меня нет, а на 30-минутном тайм-фрейме. Значит, после вот этого коррективного движения, которое мы отслеживали, вот оно коррективное движение, вот этот флаг между зелеными линиями, нисходящий тренд возобновился. Но после вот этой речи господина Трампа золото отскочило, потому что, почему золото практически повышается на этих событиях? Потому что это яркая мера протекционизма, которую США практически ввели против Ирана. И, соответственно, мы видим, что вот эти протекционистские меры со стороны господина Трампа, они все время увеличиваются. Я неоднократно говорил, это мое личное мнение, США уже давно идет по этому пути. И с каждым практически годом вот эта их самоизоляция от остального мира становится все глубже и глубже, потому что она накапливается с каждым годом. И, например, кажется, что в течение года больших изменений не было, но когда ты через 5 лет посмотришь, где мы находились, например, 5 лет назад, понимаешь, что за эти 5 лет все вот эти протекционистские меры, которые практически были внедрены или приняты против каких-то стран, регионов, компаний и так далее, они уже настолько много, что видно, что на протяжении 5 лет очень много изменений. Соответственно, я когда практически смотрю на США, видно, что в 2000-х годах, когда в начале 2000-х началась вот эта резкая практически, резкие меры протекционизма США против Китая, против многих стран Латинской Америки и так далее, они углубляются и углубляются. Я думаю, что эта политика будет до последнего идти в этом направлении, а то США от этого не откажутся. У них нет выбора, просто та олигархическая структура, которая у них есть, вот эта бизнес-элита, она пытается сохранить свой бизнес, сохранить свои деньги. И они все будут делать, чтобы практически сохранить вот эта олигархическая структура, свои деньги. Конечно, это не связано с самым населением США. Им, конечно, на самом деле безразлично, что будет с населением. И я когда говорю, что США будет идти по этому пути, я имею в виду вот это бизнес-элита, а не то, что население США, что они также практически поддерживают вот эти меры США. Люди везде, на самом деле, по моему наблюдению, одинаковые. Все хотят просперитет, дружеские отношения между странами и между народами. Поэтому мне кажется, что нужно понимать, что когда я говорю по поводу США, тут мы затрагиваем вот эту бизнес-элиту США, которая практически управляет, ну и президентом США, он же является, на мой взгляд, какой-то марионеткой. И что я хочу сказать. Кстати, я предполагаю, что на фоне вот этих мер, которые ввели США, чтобы золото практически вышло из этого диапазона, это может произойти в ближайшее время и движение вниз, только на достаточно грамотном решении со стороны Федрезерва в юне. Поэтому до этого я не очень уверен, что мы увидим такой реальный прорыв вниз. Не знаю, будем следить за ситуацией. Может быть, где-то уже в преддверии заседания Федрезерва золото иногда движется очень быстро, может пойти вниз. Если там будет грамотное решение, конечно, если не будет грамотное решение, мы можем быстро пройти вверх. Поэтому здесь я воздерживаюсь торговать в этом диапазоне. Мне не нравится торговать. Доверять ли вот этому отскоку вверх и подключаться в этом диапазоне по логике на покупку? Потому что ранее я всегда говорил, в верхней части при формировании движения вниз можно продавать, в нижней части при отскоке вверх можно покупать на диапазонной торговле. Давайте посмотрим на дневном таймфрейме. Вот она единственная свеча, текущая, которая указывает на вот этот отскок. Предыдущие свечи практически они указывали, что просто золото находится в нижней части диапазона. Это первая свеча, которая указывает на этот отскок. Стоит ли этой свече доверять? Каждый для себя сам решает, если кто-то собирается ей доверить или начать доверять, нужно хотя бы дождаться окончания сегодняшнего дня. День пока еще не закончился. На самом деле я неоднократно говорил, что в этом диапазоне по золоту я не буду торговать. Тем более, что этот отскок у золота может оказаться просто хаотическим, как и цены на нефть на протяжении какого-то периода на фоне вот этой сделки по Ирану, которая говорит о ярком протекционизме в США, которая будет все больше и больше продолжаться. Соответственно, я бы не доверял вот этим хаотическим движениям, поэтому я бы дистанцировался от золота на данный момент. Но это мое личное мнение. Конечно, у меня на этом все. Жду ваших конкретных вопросов по сегодняшнему обзору. Иванов Михаил пишет. По иранской сделке будет сильно зависеть, насколько жесткие санкции против Ирана ведет США в течение ближайших 90-180 дней. Хотя все прекрасно понимает, что это удивление США на Иран неправомерно. Вы знаете, на мой взгляд, просто я за этой ситуацией периферийно слежу, потому что экономика многих стран, она практически зависит от геополитики. Мы все понимаем, что Иран практически... Давайте мы возьмем карту мира. Думаю, что любой человек, который интересуется экономикой, он понимает, в чем проблема. Четко и ясно. Давайте на Яндекс.Мэп зайдем. Я не знаю, кто что отслеживает, например, и у кого какие взгляды и понятия. Но давайте посмотрим на карту мира. Вот он Иран практически. То есть, чисто теоретически, вот я сейчас возьму вот эту линейку. Допустим, если где-то здесь добывается нефть, а Иран это очень большой игрок по нефти. То есть, какие варианты есть у Ирана, чтобы экспортировать свою нефть? Иран может спокойно построить трубу через Турцию. И когда труба дойдет до Турции, Турция может практически начать экспортировать в Европу эту нефть? Мы это все прекрасно понимаем. Поэтому, когда вы читаете всякие новости, всегда видите, что там вместе встретились представители Ирана, Турции, России и так далее. Почему? Потому что, если не через Турцию, почему? Потому что, если здесь, допустим, в этих регионах, где есть кюрды, например, американцы, пользуясь кюрдами, могут перекрыть вот этот поток. То есть, типа, отцепить немножечко вот эту территорию, здесь, где вот эти кюрды, пользуясь кюрдами, к сожалению, на самом деле это тоже все люди хорошие, и это нет сомнений. Просто нужно понимать вот эти нюансы. Если, допустим, американцы здесь перекроют этот канал, то Иран очень спокойно через Россию, через Азербайджан может просто поднять свою нефть к русским трубам, например, и через Россию экспортировать свою нефть как и в Европу, так и обратно в Китай. То есть, поэтому вот эти три страны все время пытаются вот эту проблему решить, как экспортировать иранскую нефть в ключевые рынки. Соответственно, это Европа и это Китай. Да, многие очень часто говорят, а не может ли Китай, Иран напрямую в Китай экспортировать свою нефть. К сожалению, нет. Почему? Потому что в Афганистане и в Пакистане со середины 17 века находятся британские базы, которые блокируют вот этот путь, один из ключевых путев, как называется это Silk Road, то есть, ну вы сами знаете, щелковый путь, один из ключевых между персами и между китайцами. То есть, эти базы здесь никогда не исчезнут, пока существует США, потому что если здесь британцы выйдут из вот этого геополитического региона, тут откроется торговый путь между Ираном и Китаем, соответственно, это вообще и Китай будет процветать за счет энергии Ирана. То есть, британцы от этого не откажутся. Поэтому я хочу сказать, давайте каждый из вас может думать, могут ли американцы там ограничить вот этот торговый путь через Турцию или через Россию в Европу и в Китай по нефти. Каждый сам уже для себя решает. Мне кажется, никак не получится у США изолировать Иран, потому что видно, что и Россия, поскольку я смотрю на российскую политику, ситуацию, Россия также не отказывается от транспортировки нефти всех вот этих стран здесь. То есть, видим, что американцы поэтому по поводу этой нефти ставят все больше и больше санкций против России, чтобы ограничить вот эти торговые пути. То есть, я думаю, что американцы будут идти до последнего, пытаясь ограничить экспорт нефти Ирана. Почему? Потому что они также хотят продавать, тем более, что вся остальная нефть, которая здесь есть, может быть, если вы поинтересуетесь, идет через страны, которые практически являются сателлитами США. То есть, американцы и британцы держат вот эти торговые пути. А здесь получается, что через Россию и на Кавказ, Россия и Турцию могут экспортировать вне зависимости от США и Британии нефть. Я не думаю, что никто из этих больших стран и игроков не откажется от своей стратегии. Посмотрим, докуда это дойдет. Но я считаю, что вот эти жесткие санкции США против Ирана, они будут продолжаться, но насколько они повлияют на Ирана, не знаю, будем следить за ситуацией. Хорошо, у меня на этом все. Всем удачных сделок на финансовых рынках, если торгуете. Конечно, также хорошего вечера и до завтра. С вами был Веселим Питков, аналитики инвестиционной академии. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok.